Внуки теплых чувств бабушки не питали. В детстве она не забирала их на каникулы, не приезжала в гости, не слала гостинцы и подарки, словом, никак не участвовала в воспитании. Логично, что, повзрослев, внуки платили той же монетой – забывением. Двоюродные брат и сестра, Марина и Антон, не видели бабушку ни разу, только знали о ее существовании. Родители Марины и Антона, соответственно, бабушкины дочь и сын, умерли трагически рано. Бабушка своих детей не пережила. Еще бы! Она себя берегла. Бывшая прима областного оперного театра. Она и на пенсии сохранила в замашке капризной избранницы судьбы. Пока могла себя обслуживать, скорее, находились те, кто ее обслуживал, сидела в своей провинции, не вспоминая о внуках и правнуках. И вот заявилась в Москву. Здравствуйте! Я ваша бабушка. Подвиньтесь и будьте любезны ухаживать за мной. У Марины и Антона ситуации схожие. Квартиры небольшие, купленные в кредит. Дети маленькие. У Марины дочери два года. Сыну Антона девять месяцев. В обеих семьях отцы работают с утра до вечера, мамы сидят с малышами. Каждая копейка на счету. Каждая минута сна — подарок. Им не хватало многого. Но только несовершенно чужой, хоть и родной по крови бабушки. В начале бабушка поселилась у Марины. Согласие не спрашивала. Поставила перед фактом, позвонив по телефону. Еду к тебе провести остаток жизни. В каком смысле еду? — опишила Марина. В смысле поездом. — Встречайте. Кажется, поезд приходит утром. Меня проводят. Вагон пятый. До встречи. Марина положила трубку, повернулась к мужу и, вытаращив испуганно глаза, промямлила. — К нам едет бабушка. Вагон пятый. Жить. — Чего-чего? — не понял Андрей, муж. — У меня есть бабушка биологическая. Я тебе рассказывала. — Не помню. — Да я сама о ней тысячу лет не вспоминала. На похороны мамы не приехала. Мне вредны отрицательные эмоции, — передразнила Марина, вспомнив свой давний разговор с бабушкой. И с рождением правнучки не поздравила. — А теперь, — поторопил Андрей, — а теперь она, кажется, собирается у нас умирать. В смысле жить до смерти. Нам только умирающей бабушке не доставало. Они повздорили. И получилось, что Марина сама в панике вынуждена была доказывать мужу, что есть моральные ценности, которые не обсуждаются. Марина расплакалась. Не столько из-за черствости мужа, сколько от предчувствия, что их жизнь превратится в форменный кошмар. Андрей сдался, поднял руки, сказал. — Ну, ладно, пусть бабушка поселяется поближе к воде, то есть к водопроводному крану. — Все равно, кроме как на кухне, разместить ее негде. Не на балконе же устраивать. Там она быстро окалеет. Что, впрочем, было бы неплохо. И на протестующий рык Марина примирительно оправдался. Шучу, ну, прости. — Кто у нас, говоришь, бабушка, меццо-сопрано на пенсии? — Будет правнучки колыбельно исполнять. А мы сможем хоть иногда вечерами вырываться из дома. Но Андрей глубоко заблуждался, рассчитывая, что Маринина бабушка станет нянькой. Встречали ее больше трех часов. Андрей отпросился с работы. Три поезда из бабушкиного города приходили в 9, 10.30 и 11.40. Два выхода на перроны были ложными. Вокзальная обстановка нервировала. Суматошные люди с чемоданами и баулами. Алчные и навязчивые таксисты. Толкотня, дурные запахи, мусор, пустые бутылки от пива на каждом шагу. Обилие пьяных и подозрительных личностей. Московские вокзалы. Как их не отмывай, все равно остаются филиалами Клоаки. Андрей звонил на работу и говорил, что задерживается. Марина звонила соседке, которая присматривала за дочерью и уговаривала посидеть еще часок. Андрей терпеть не мог расхлябанных необязательных людей, которые пожирают чужое время. Что стоило бабушке заглянуть в билет на номер поезда? Ничего не стоило. И не пришлось бы им киснуть на вокзале, когда дел не впроворот. Он выговаривал жене, словно та несла ответственность за легкомыслие бабушки. Марина молча слушала упреки и вспоминала слова мамы. «Родителей не выбирают. Твоя бабушка натура неординарная. Нам еще повезло, что живем далеко друг от друга». Везению пришел конец. Бабушка приехала в одиннадцать сорок. Марина ее мгновенно узнала, хотя никогда не видела. Из воспоминаний детства мама и дядя шепотом злословят. Называют бабушку вечно загримированной актрисой. Она так и не разгримировалась. Против, поверх старой краски, наслаивала новую. На перрон вышла дряхлая королева в наряде и макияже куртизанки. «О, Боже!» — мысленно ужаснулась Марина. «У нее ресницы приклеенные». Над искусственно большими в комочках туши ресницами синели тени. Толстый слой пудры покрывал лицо, проваливался в глубокие морщины, делая их еще заметнее и наводя на мысль о бороздах, процарапанных острым предметом вроде шила. Румяна на щеках клоунски пунцовели, дешевая жирная помада растеклаз уплыла в морщинки над губой, и поэтому казалось, что бабушка недавно пила кровь. Редкие седые волосы не закрывали голову, которую венчал шиньон в виде большого засушенного инжира, такой же кривой и сухой. Цвет шиньона на три тона отличался от своих волос, сквозь которые просвечивал череп. На бабушке был ядовито-розовый костюм с рюшами на груди, на талии и по подолу юбки. В ушах болтались крупные серьги, оттянувшие мочки, как у дикой африканки. Пальцы унизаны перстнями самоварного, позеленевшего от времени золота с камнями величиной из грецкий орех. Проходящие мимо люди, толпившиеся, занятые своими мыслями по вокзальному, суетливые на бабушку, оглядывались, а было на что смотреть. Бабушка подставила внучке щеку для поцелуя. В нос Марине ударил крепкий запах томных духов. Бабушка, это мой муж Андрей. Оглядев Андрея с ног до головы, бабушка изрекла, примерно так я себе и представляла. Андрей не понял, комплимента удостоился или оскорбление заработал. Его первой реакцией при виде чекчерикнутой старушки в розовом была широкая ухмылка, а потом оказалось, что это и есть Маринкина бабушка. Быстро сменить выражение лица с насмешливого на почтительное получилось не сразу. Бабушка распоряжалась. «Вынеси мои вещи из вагона», и спрашивала. «А где носильщики?» Я сам суетливо дернулся Андрей. «Какое место купе?» Пока они ждали прибытия бабушки, насмотрелись на услуги носильщиков. Те брали по 150 рублей за место, будь то хоть сундук, хоть легкая воська. Ну и этот тариф кончался на незримой границе вокзала, а за границей двойная плата. Марина и Андрей наблюдали несколько сцен, когда носильщик, провозя багаж лишние 50 метров до автомобиля, вынуждал людей платить несусветные деньги, грозил милиции и тыкал пальцем в табличку на своей тележке, где двойной тариф обозначался «меленько-меленько». Пока Андрей сновал из вагона на перрон, бабушка упрекнула Марину. «Не догадалась с цветами встретить?» «Извини», — смутилась Марина. С бабушкой прибыло столько вещей, что и одним носильщикам было немыслимо обойтись. Бабушка ехала одна, остальное пространство купе занимали ее чемоданы, коробки и сумки. Они перетекли на тележке носильщиков и возвышались корявыми пирамидами. «В одно такси не поместимся», — переглянулись Марина и Андрей, и вдва вряд ли влететь нам в копеечку. Они планировали, что Андрей отойдет от вокзала и поймает машину. Машина с бабушкой подождут, потому что вокзальные таксисты ломили цены запредельные. До места, которому красная цена четыреста рублей, таксисты требовали две тысячи и с неохотой на полторы соглашались. Но поймать три машины и подогнать их к вокзалу было нереально. Поняв безвыходность Марины и Андрея, стоящих у груды багажа, таксисты ни в какую не соглашались снижать плату. «Что за вульгарные торги?» — хмыкнула бабушка-аристократка. «Может, ты сама и выложишь девять тысяч рублей, за доставку своего барахла?» «И заодно оплатишь носильчика», подумала Марина, но вслух ничего не сказала, лихорадочно соображала, как в их маленькой квартире разместить бабушкины вещи. «Если их просто внести и поставить, не останется места для передвижения». Ехали на трех машинах. Потом Андрей сбегал домой за деньгами, чтобы расплатиться с таксистами, таскал вещи наверх. Как ожидала Марина, в квартире стала не повернуться. Андрей уехал на работу, потный и злой. «Бабушка, это твоя правнучка», представила Марина дочь, испуганную вторжением чемоданов и коробок. «Здравствуй, девочка!» ущипнула бабушка ребенка за щеку, не подумав спросить об имени. «Так, никаких бабушек и тем более прабабушек. Зовите меня Эмилия, ясно? Девочка, повтори. Эмилия!» «Миля», — повторила малышка. «Тесно у тебя», — скривилась бабушка Эмилия. «Что имеем?» — огрызнулась Марина. Она-то считала, что покупка однокомнатной квартиры в Москве, да не на окраине, свидетельство их с Андреем благополучия. «Где я буду жить? В комнате?» «Нет, извини. Спать ты будешь на кухне». «Что?» «Как прислуга? Кухарка?» «Бабушка, то есть Эмилия», старалась держать себя в руках Марина, в комнате ребёнок, который просыпается по ночам. «Да и мы с Димой. Скажи спасибо, что тебе кухню выделили». Хотелось добавить Марине, но она промолчала, и в последующие дни у неё выработалась привычка думать одно, говорить другое. «Кроме кухни могу предложить только ванную или балкон». Эмилия мгновенно учуяла зреющий бунт внучки. Ткнула корявым старческим пальцем с вызывающей красным маникюром Марине в грудь. «Не груби! Я этого не люблю. Ещё будешь благодарна, что я у тебя остановилась». «Бабу Эмилия, душ примешь после дороги, смоешь свой шуткий макияж». «Или завтракать?» спросила Марина. «Чашку хорошего кофе из сигаретов» распорядилась старушка. В течение рабочего дня злость Андрея перегорела. Но на кого злиться? На Маринку, которая пожертвовала карьерой ради их ребёнка. Два с лишним года назад Марина работала с ним на одной фирме, и перспективы роста у Маринки были куда лучше, чем у Андрея. Сейчас ловит каждое слово, когда он рассказывает о производственных делах. Старается скрыть, но заметно переживает, скучает и при этом держится молодцом. Вьёт их семейное гнёздышко. Да и мать она замечательная. Теперь же на Маринку свалились новые проблемы в виде бабушки, которая явно с Норовом. Актриса, ёшкин корень, а выглядит, как старая шлюха. Андрей купил по дороге домой торт. Вошёл в квартиру, протиснулся между коробок и оптимистично воскликнул. «Как тут мои женщины! Что наша бабуля?» Она выплыла в коридор. По-прежнему в боевой раскраске, одета в яркое шёлковое кимоно. «Андрей, я вас решительно попрошу при мне не выражаться!» и уплыла на кухню. «А что я такого сказал?» Удивлённо повернулся Андрей к жене. «Её нельзя величать! Ни бабушка, ни бабуля!» Остальные однокоренные слова также не приветствуются. Только по имени. «Эмилия!» «Безотчество!» Устала, ответила Марина. Андрей видел, что жена на грани истерики, что слёзы у неё стоят близко. Маринка, умница, стойкий солдатик, пасовала перед грубостью и нахальством. Не могла отвязаться от настырных, нищих или цыганок на улице, терялась, когда их хамили в магазине. А Андрею эти слабости казались достоинством, проявлением истинной женственности. Он обнял жену. «Маринкин, держись, воробей! Мы ведь вместе прольёмся! Что нам одна вздорная старуха!» Последние слова он произнёс шёпотом. «Ты не представляешь! Ты не представляешь!» Быстро и так же тихо заговорила Марина. «Она всё требует делать по-своему! Каждую минуту меня шпыняет! Она...» «Тихо!» «Ну, тихо, тихо!» Гладил Андрей жену по спине. «Ну, хочешь, я с ней поговорю и поставлю на место!» «В том смысле, что, коль приняли вас, изволите подчиняться нашим правилам!» «Не знаю!» Задумчиво сказала Марина и с надеждой посмотрела на мужа. «Решено! Сейчас я ей покажу, где раки зимуют! Чего конкретно требовать?» Конкретно Марина не могла сказать, потому что всё в бабушке, в словах её и поступках противоречило нормальным семейным отношениям. К природному эгоизму Эмилии, жившей с единственной установкой баловать и тешить себя любимую, теперь примешивалась старческая слабоумие, вздорность, капризы и нетерпение к чужому мнению. Из конкретного Диме и Марине удались только два пункта. Первый — курить не в квартире, а на лестничной площадке. Второй — бабушка будет питаться вместе с ними за общим столом. А поначалу она заявила, «Желудок у меня деликатный, диета строгая, домашний творог, сливки, сметана и парное мясо с рынка, овощи и фрукты, обожаю киви, манго и ананасы». Андрей, которого перепалка по первому пункту курению уже вывела из себя, с трудом сохранял спокойствие. Эта старая мымра посмела заявить, что если она 60 лет курит, то и маленькому ребенку да и мне повредит. Вот уж нет. Извините, травите с никотином, сколько хотите, но моя дочь вдыхать его не будет. Он стукнул кулаком по столу и так посмотрел на Эмилию, что та заткнулась. Перешли ко второму пункту. Тут бабуля и выдала про особое питание. «Замечательно!» сказал Андрей. «Конечно, если у вас есть возможность питаться рыночными продуктами, никто не возражает». «Рынок от нас в четырех троллейбусных остановках, деньги у вас наверняка имеются, квартиру ведь продали. Покупайте, готовьте, что хотите. Мы на ваши харчи не претендуем». «Марина, выдели бабушке, пардон, Эмилии полку в холодильнике». У Эмилии забегали глаза. Она несколько растерялась, что было для нее, очевидно, непривычно, поэтому выглядела жалко, как клоун, на манеже которого освистала публика. Но бабушка быстро взяла себя в руки актерская выучка и нацепила маску разорившейся аристократки. «Да, я продала квартиру», сказала она. «Ну, у меня были финансовые обязательства». «Долги?» уточнил Андрей. «Вы заплатили долги?» «В противном случае угрожали не выпустить меня из города или вовсе прикончить». Бабушка смотрела на них с гордостью, как человек, ждущий восхваления после совершенного подвига. Восхищение не последовало. «Ой-ля-ля!» присвистнул Андрей. «Так вы, Эмилии, банкрот?» Далее случилась сцена, которая неопытных Андрея и Марину, не видавших прежде показных умираний, а только переживших истинные смерти родителей, привела в шок. Да если бы у них и мелькнула мысль, что наблюдают игру в предсмертную агонию, то они тут же одернули бы себя. Игра легко может перейти в реальную трагедию. Эмилия схватилась за грудь. Воздуха! 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 Сердце! Сердце! Мое сердце останавливается! «Господи! Прости моих мучителей!» Она сползла на пол, корчилась, задыхалась, дрыгала руками и ногами, кимонор спахнулась, и стали видны панталоны, старенькие, с дырками. Это старушечье белье в прорехах подействовало на ребят особенно сильно. Бедняга! Силится выглядеть пристойно и благородно по своему понятию. И в исподнем дырку, дырка дырку погоняет. Они суетились, поднимали бабушку, устраивали на кухонный диван, вливали валерьянку, искали телефон, чтобы вызвать скорую, но трубка куда-то подевалась. Марина держала на коленях голову бабушки и плакала. «Пожалуйста, пожалуйста, не умирай, нет, нет у нас денег с рынка питаться, в долгах пуши, кредиты выплачиваем, только дочери фрукты покупаем и тебе будем, бабушка, бабушка, не умирай». Андрей чувствовал себя палачом, который ошибочно принялся казнить невинного, а потом вдруг пришло помилование. Он гаркнул на дочь. «Ты опять с телефоном играла, да?» не обращая внимания на плач малышки, стал высыпать лекарства из аптечки. «Нитроглицерин? Кажется, нитроглицерин нужен». «У нас нет», испуганно сказала Марина. Андрей бросил лекарства, сообразил, что скорую можно вызвать по сотовому телефону. «Девушка, срочно! Умирает женщина!» «В этот момент...» бабушка открыла глаза и произнесла слабым голосом. «Оставьте, врачей не нужно!» «Тебе легче, легче!» твердила Марина. «Отпустила?» забыл про телефон Андрей. «Вы в порядке?» Эмилия поднималась медленно, постановая, закатывая глаза воплощение мужественной женщины, которая переламывает боль, чтобы не травмировать окружающих. «Воды, чаю, где твое лекарство?» быстро спрашивала Марина. «Душно! Форточку открыть, грелку!» перебивала Андрей жену. Эмилия села, запахнула полы кимоно, скрыла с ее дыря во исподнее, провела, устала полбу пальцами, вздохнула и с ракочущими томными перекатами голоса, протянула руку Андрею сигарету. Как ни был испуг Андрея силен, он сообразил, что бабушка пытается нарушить пункт первой их договоренности не курить в квартире. Конечно, все непременно. Андрей взял бабушку на руки и понес к выходу из квартиры. «Марина, тащи сигареты и зажигалку!» бросил он жене. Курить на лестничной площадке, устроенной точно ребенок на руках у внучатого зятя, Эмилии удовольствия не доставила. Она чувствовала сценическую фальшь и понимала нелепость положения. Не только Станиславский, а любой маломальский образованный режиссер воскликнул бы «не верю!» «Ах, это у меня машинальное!» сказала бабушка после трех глубоких затяжек. «Какие сигареты, когда едва не отправилась на тот свет!» «Не отправили», уточнила она. «Отнесите меня в дом!» «Дайте коньяка рюмку!» «Коньяк хорошо действует на мои сосуды!» Через месяц Марина позвонила двоюродному брату. «Анто «Анто я больше не могу!» «По мне клиника неврозов плачет!» «Заберите бабушку!» «Куда мы ее заберем?» «Ты же знаешь наши условия!» «На шею в себя посадим!» «Ну, у нас-то она сидит на шее!» подумала Марина. «Внедрилась в печенки, в селезенки!» «Начался некроз моей семьи!» «Я вас умоляю!» заплакала Марина. «Умоляю, Антоша! Ну, хотя бы на время!» «Что? Так плохо?» «Ужасно!» Эмилия превратила меня в тряпку. «Андрей вечно зол! Идва сдерживается! То есть, он уже не сдерживается и срывается! Достается не только бабушке с нее, как с гуся вода, но мне с точкой!» «Мою жену Ленку так просто в баронирок не скрутить!» обрадовалась Марина. «Спасибо! Спасибо! Спасибо! Забирайте бабушкино наследство себе!» «Какое наследство?» «Шкатулку!» «Антон, а можно мы завтра бабушку перевезем?» Что находилось в большой старинной шкатулке, Марина и Андрей не знали. Эмилия держала шкатулку на замке и время от времени устраивала спектакли. «Выйдет со шкатулкой в руках, станет в позу трагической актрисы и произносит неестественно пафосным голосом «Здесь огромное богатство! Вы, ваши дети и внуки будут обеспечены на всю жизнь! Неблагодарные! Вы озолотитесь после моей смерти! с того света!» бабушка закатывала глаза к потолку «Я увижу ваши мучения! На вас падет раскаяние за каждый упрек за мои страдания! Браво!» хлопает в ладоши Андрей «Концерт окончен! Теперь пресса хочет взять интервью у великой актрисы! Кто вас упрекает? Какие такие мучения? Вы, Эмилия, нам в копеечку влетаете? Может отщепнем от наследства? Нет только после моей кончины Вы нас всех переживете! Андрей ну прекрати! не выдерживает Марина наедине они не раз обсуждали вероятное содержание шкатулки Марине казалось, что там груда драгоценных камней, как в сказке в кино про сокровища Она представляла захватывающий момент открывает шкатулку и всеми цветами радуги вспыхивают бриллианты оттеняя благородство старинных изумрудов и рубинов Какие сокровища возражал Андрей если бы у нее были драгоценности она не приперлась бы сюда не спала бы на кухне но и у него оставалась детская надежда на сказочное богатство А давай тихо вскроем шкатулку предлагал он Что ты? пугалась Марина Это неблагородно Конечно зато очень благородно утром ждать по часу пока твоя бабушка освободит туалет Андрей но она же старый человек Вот пусть и опорожняет кишечник когда я уйду на работу Если в семье Марины бабушка устроила тихий террор то у Антона громкие скандалы следовали один за другим Лена орать на бабушку начала едва ли не в первый же день Но Эмилия ничуть не тушевалась напротив взбодрилась Буйный нрав Лены ее не пугал Даже казалось щекотал нервы Твоя жена сказала она вечером Антону вульгарная пошлая базарная торговка От пыльной актриски погорелого театра слышу не осталась в долгу Лена Мне нравится бабуля поддержал супругу Антон упорно не признающий Эмилии Катись на все четыре стороны У Марины пока та гуляла с ребенком бабушка могла оставить записку Я в парикмахерской Приди расплатись Марина мчалась в салон где бабушки сделали педикюр маникюр покрасили постригли уложили дурацкий шиньон все по высшей ставке и расплачивалась Эмилия запускала руки в семейные деньги Ничто же сумняшиса брала из ящика стола шла и покупала себе коньяк сигареты самые дорогие шоколадные конфеты Марина без упреков переложила деньги спрятала в книгах С Леной у бабушки трюк с парикмахерской не прошел Эмилия кроме обычного набора сделавшая массаж и принявшая дозу ультрафиолетов солярии торчала в салоне до позднего вечера на звонки с требованием оплатить услуги Лена отвечала разбежалась бабуля живите по своим средствам а не по нашим директорша салона грозила милиции но потом все-таки отпустила старушку взяв себе за правила с пожилых маразматичек деньги брать вперед как-то утром Антон оставил на кухонном столе деньги для Лены Эмилия отщепнула из стопочки и отправилась покупать лакомства сигареты и коньяк вернувшуюся бабушку Лена только не побила орала так что слышали соседи обзывала Эмилию старой воровкой и народной артисткой Лена была добрым человеком мчавшимся на помощь по первому зову но выросла в темпераментной семье где нормой общения был крик и ор где никто не держал камня за пазухой и все говорили в лицо что думают а думали вслух и на повышенных тонах Марина не сразу раскусила Лену которая поначалу шокировала своими манерами а бабуля сходу поняла что Ленина истерики дым без огня Эмилия то ли встречала задолгую жизнь подобных людей рычавших как лев с нежным сердцем то ли каменную ее самолюбовь уже не могли пробить никакие атаки выступления со шкатулкой продолжились и в семье Антона но здесь публика была еще неблагодарной бабуля колись требовал Антон что там припрятала инфляция наступает шкатулочку то откройте вторила Лена хоть бы на питание вносила в общую казну даже пенсию зажилила грубые пошлые люди вскидывала голову освистанная актриса гегемон он и удалялась поступью Марии Стюарт не уронившей достоинства перед жестоким судом чтобы получать в Москве пенсию бабушку требовалось прописать а этого ни внук ни внучка решительно не хотели по словам Эмилии ее пенсию получал верный поклонник настолько верный что за три месяца не прислал ни одного денежного перевода тема поклонников была главной в речах бабушки она никогда не вспоминала о муже и двух детях которых родила от него даже про сценическую деятельность не заикалась но поклонники имя им было легион каких безумств они только не творили сходили с ума даже травились и стрелялись Антон ловил Эмилию на повторах минутку бабуля директор фабрики прислал тебе грузовик цветов и застрелился но генерал армии про которого ты раньше рассказывал тоже покончил с собой предварительно засыпав твою дверь цветами разве в вашем городе имелось цветочное хозяйство чтобы грузовиками разбрасываться и сколько же ты руководящих кадров погубила пуританку Марину байки о поклонниках коробили ведь поклонник равно любовник хотя Марина и понимала что все это игры старческого слабоумия у дамы с большими претензиями из памяти которой уплывали факты и события остались только фантазии на любимую тему Лена относилась к бабушкиным легендам проще чудит старуха врет завирается Лену и Антона так же как Марину и Андрея волновало содержимое заветной шкатулки Лена не видела ничего предосудительного в том чтобы познакомиться с наследством раньше времени во-первых все равно им достанется во-вторых это не по-людски ждать смерти человека чтобы разбогатеть мы же не только для себя уговаривала она мужа с Маринкой поделимся Эмилия застала их когда они пытались вскрыть шкатулку ковыряли отверткой в замке низкие люди заверещала бабуля даже забыв встать в театральную позу и вы меня называли воровкой руки прочь отдайте шкатулку грабители да пожалуйста слегка смутился Антон и протянул бабушке ее сокровище любопытство не порог а маленькая слабость мы бы все на месте оставили вторила Лена Эмилия прижав шкатулку к груди вспомнила о сценическом искусстве сначала убейте меня если хотите завладеть наследством ну убивайте поживи еще разрешил Антон а хотите я вам тушь для ресниц свою подарю предложила Лена а то ваши наверное сто лет в обед не нуждаюсь в подачках пошлых мещан ой-ой-ой издевательски пропела Лена а кто втихую моими духами душится лаком для ногтей пользуется и румяна изводит вы хоть спросите мне и жалко нет подворовывает и еще себя честно устроит видали мы таких аристократок гонору через край а трусы раз в неделю стирает бабушка жила у Антона третий месяц за что Марина не уставала благодарить Лену в телефонных разговорах да ладно тебе отмахивалась Лена я же понимаю что эта народная артистка вас до развода могла довести как ни грустно но похоже на правду Марина кстати за три месяца не разговаривала с самой Эмилией ни разу боялась что та потребует возвращения страшным было не столько поведение бабушки сколько провоцируемое ухудшение отношений Марины и Андрея в каждой семье имеются подводные камни недопонимания раздражений претензий причин для ссор взаимных упреков но камни преткновения в нормальной бытовой обстановке глубоко скрыты их не видно когда царят мир взаимопонимание любовь пусть подвявшая но все-таки живая Эмилия за месяц постоя в Марининой семье умудрилась спровоцировать столько взаимных обид упреков между мужем и женой сколько у них не было за четыре года брака к счастью сплавив бабушку они постепенно возвращались к прежним отношениям любви дружбы Андрей называл это эффектом блохи опутан человек проблемами на работе завал денег не хватает а тут у него еще и блохи завелись вывел блох на службе те же трудности денег больше не стало но человек радостен и доволен ты видел когда-нибудь смеялась Марина живых блох я только на картинке ошибаешься жила тут одна блоха в макияже кровь нашу пила в семье Лены и Антона бабуля сыграть подобную отрицательную роль не могла потому что внук и его жена были проще толстокожие хотя и шумные но легко отходчивые если для Марины бабушка превратилась в адвоката дьявола то для Лены стало чем-то вроде домашнего клоуна о котором рассказывали анекдоты девочки говорила Лена подругам приходите посмотреть на это чудо природы жива ты от смеха надорвете Эмилия которую приглашали попить чай в женской компании выходила на сцену на кухню эффектно застывала в проеме двери чтобы все смогли оценить ее благородный вид грубо раскрашенное лицо и несусветный наряд с головой Эмилии становилось все хуже и хуже забыла снять ветхое кимоно но набросила битую молью чернобурой лесу которая бегала по лесам еще до революции на одном плече у Эмилии красовался драный хвост на другом безглазая лисья морда умора а когда Лена завела разговор о поклонниках и Эмилия ударилась в бредовые воспоминания удержать смех вообще было невозможно Лене не приходило на ум что смеяться над старостью жестоко и озвучь кто-нибудь этот упрек Лена нашлась бы прям таки жестоко я за ней горшки выношу не рассыплется если мы немного повеселимся все равно не понимает у бабули давно в мозгах ветер свистит но и выносливая Лена запросила отдыха время на домашние дела сократилось маленький сынишка начал ходить и требовался глаз да глаз чуть отвлечешься он уже в розетке шпильки толкает шпильки понятно прабабка раскидывает по квартире они у нее из шиньона сыплются кроме того старая вредина тайком курит в туалете и лопает детский творожок хотя рядом на полке холодильника стоит творожная масса с черносливом по ее же требованию купленная Антон приходил с работы и с порога выслушивал длинный перечень бабушкиных пакостей Лену не смущало что Эмилия слышит отчет о своих прегрешениях Антону до черта надоело успокаивать жену и призывать бабку вести себя по-человечески решение нашли гениальное благо наступало лето снять для бабули дачу о ближайшем подмосковье речи не было финансы не позволяли кинули клич среди знакомых и нашелся домик в 130 километрах от столицы пожилая вдова селянка согласилась сдать комнату за умеренную плату боялись что Эмилия заортачится но исполнив номер так и быть уступаю вашей воле та смелости велась Лена слышала как бабуля говорила по телефону своим приятельницам лето я проведу на дачу одного поклонника ну не свихнувшаяся ли обманщица поклонником была Катерина Ивановна баба Катя которой под 70 с квартиры на квартиру Эмилия переезжала совсем скарбом и тут потребовала чтобы ее барахло на дачу отправилась вместе с ней с одной стороны Лена только рада была очистить квартиру от приданого народной артистки с другой стороны лишние траты пришлось газель нанимать еще благо что хозяйка дачи не потребовала плату за все лето вперед перевозили Эмилию на дачу Андрей и Антон Катерина Ивановна баба Катя поклонник и спаситель Эмилиных внуков а рабела когда в ее двор въехал маленький грузовичок это сколько вещей у постояли а потом вышла и чудо дачница накрашенная голова причесана как в шестидесятые годы Катя сама в то время разорилась на шиньон который в ночь перед праздником или перед гостями на бегуди накручивала чтобы утром на макушку пришпилить то когда было-то а женщины с шиньонами выходит остались до сих пор одета жиличка не по-деревенски да и не по-городскому в парадное чудной красоты розовый костюм с рюшами было отчего бабе Кате робить милости прошу с хрипотцой проговорила она меня Катя зовут то есть баба Катя а вас как извинить Эмилия Эмма переспросила баба Катя все еще борясь с волнением ведь говорили то что старую но саму себя обслуживающую женщину на лето привезут а здесь прям дворянка а мои скромные условия юноши выясните этой женщине кто я есть и как меня зовут небрежно махнула Эмилия рукой в сторону Андрея и Антона и отправилась осматривать дом бедненький но чистенький удобство на улице деревянная будка в полу дырка она артистка в прошлом говорил Антон бабе Кате поэтому покрутил ладонью перед лицом макияж и другие прибамбасы но в принципе не вредная как бы подхватил Андрей со своими заморочками странностями но не тяжелыми оба и Антон и Андрей боялись что хозяйка дачи после первого акта выхода Эмилии покажет им фигу и потребует убраться во своясе на месте бабы Кати они бы так и поступили но милая Катерина Ивановна только сокрушалась подойдут ли скромные условия такой важной артистки подойдут хором заявили Андрей и Антон они носили вещи и ждали водопада претензий теперь уже от бабушки но прозвучало только одно требование мне нужен биотуалет а бабуля ухмыльнулся Антон как же имеется Ленг предусмотрела и принес из машины пластиковое ведро в форме унитаза с крышкой вот тебе и туалет а бионаполнение сама-сама пись-пись-пись как-как-как повторил он интонацию жены приучавшей сына к горшку вульгарной плебей твой родной внук напомнил Антон ты меня воспитывала вот и молчи в тряпочку сиди тут тихо радуйся природе не уживешься с бабой Катей пеняй на себя отвезем в богадельню интернат для ветеранов сцены тебе не светит нам материально не осилить а ты заслугами не потянула у Андрея тоже имелся подарок для Эмилии сотовый телефон старенький завалявшийся в памяти которого были номера Марины Лены и его с Антоном объясняя аристократке Эмилии и колхознице бабе Кате как сделать вызов Андрей видел на их лицах совершенно одинаковую тупую беспомощность ничего надо будет дозвоняться на обратном пути мужчины обсуждали превратит Эмилия бабу Катю в прислугу или пенсионерки схлестнутся не на жизнь а на смерть против ожиданий Эмилия не беспокоила их почти месяц о ее существовании почти забыли своих забот хватало Эмилия была помехой к устранению помехи легко привыкаешь Антон купил подержанную на марку второй кредит на шею но авто его давняя мечта Лена бухгалтер по профессии стала брать на дом балансы мелких фирм карпя по ночам Андрея повысили в должности если раньше он нет-нет да и заявится на фирму в джинсах и майке то теперь каждый день свежая белая рубашка галстук костюм правильный галстук стоил больше двух тысяч рублей о костюме говорить нечего Марина тщательно обдумывая каждый шаг каждое слово рыло подкоп под свекровь чтобы та ушла с работы только на год до садика для внучки а Марина выйдет на работу поддержит Андрея компенсирует из своей зарплаты материальные потери свекрови обещание компенсировать исключительно точный и стратегически верный ход свекровь возмутилась с родных детей плату брать и подозрение в корысти на три четверти подвинула свекровь к цели Марины словом обе семьи вращались на своих орбитах комета Эмилия летала далеко и была им абсолютно безразлична она объявилась в конце июня здравствуйте пропищал взволнованный детский голос это Марина тетя Марина да а кто говорит Таня вы меня не знаете меня бабу простите Эмилия попросила номер набрать я тут на каникулах у своей бабушки через два дома от бабы Кати погоди девочка не волнуйся с Эмилией все в порядке она жива Марина вдруг отчетливо поняла что очень давно не интересовалась бабулей а вдруг та приставилась она рядом стоит я передаю трубку Марина это Эмилия рада тебя слышать как самочувствие удовлетворительное через две недели мой день рождения правда а сколько тебе исполняется что за пошлый вопрос я хочу чтобы вы приехали в этот день всегда собираются мои почитатели и поклонники оставшиеся в живых чуть не вырвалось у Марины и назвать нас почитателями тем более поклонниками слишком смело вслух она сказала не обещаю но постараемся ты не поняла голубушка вы обязаны приехать так уж обязаны иначе я лишу вас наследство шкатулки с драгоценностями это больше чем всякие драгоценности мы сделаем все возможное чтобы вырваться примирительно сказала Марина впереди две недели успеем разгрести дела но хотим поздравить тебя не в расчете на наследство а просто потому Марина замялась понимая что никаких искренних мотивов для чествования Эмилии не отыскивается потому что это в конце концов ты единственная наша родная бабушка надеюсь тебе не нужно напоминать что праздничный стол должен соответствовать поводу раздался шорох и далекий голос Эмилии обращавшийся не к Марине девочка отключи аппарат я закончил разговор над подарками для Эмили долго не мудрствовали обнищавшей актрисе весьма пригодилось бы нижнее белье так ведь обидеться трусам и панталонам в доме всегда найдутся нетронутые вещи которые выбросить жалко а пользоваться ими не хочется Марина отряхнула пыль с дамской сумочки когда-то ей подаренной совершенно не понравившейся Лена на верхней полке шкафа раскопала пакет с будуарным гарнитуром ночной рубашкой и халатиком один раз надевала пять минут красовалась Антон поморщился сказал что прикид отдает публичным домам Лена взвелась откуда ты знаешь во что шлюки наряжаются но гарнитурчик забросила в шкаф две семьи ехали за город в прекрасном настроении как на пикник впервые за лето вырвались на природу будут жарить шашлыки валяться на травке гулять по лесу и предаваться иным удовольствием на свежем воздухе они решили переночевать в деревне как-нибудь разместиться чтобы иметь два полноценных дня отдыха а главное чтобы Антон который за рулем мог выпить вина опасение что Эмилия затюкала бабу Катю и та потребует увезти капрезанную дачницу не подтвердилось баба Катя получила от Марины набор кухонных полотенец а от Лены войлочные тапчики на эти вещи пусть и не роскошные в отличие от презентов для родной бабушки потратились очень боялись что баба Катя выгонит Эмилию подставив щеку для поцелуев выслушав поздравления приняв подарки Эмилия поджала губы и спросила а где цветы вокруг нахально сказал Антон разведя руками тыкая в обильно цветущие полисадники грузовик с букетами сломался по дороге усмехнулся Андрей какая тут благодать сладко потянулся подпрыгнул встал в боксерскую стойку и принялся нападать на Антона тот с готовностью включился в бой у Марины мелькнула мысль нехорошо что мальчики издеваются над бабушкой мысль мелькнула и пропала потому что наблюдать за дурачащимися ребятами было сплошным удовольствием пацаны есть пацаны улыбалась Лена которая также опьянела от деревенского воздуха детей спать не укладывали они подремали в машине только покормили стол решили накрыть в саду под яблонями баба Катя метала из погреба соленые огурцы и грибы накопала молодой картошечки сорвала пупырчатые огурчики зеленушку петрушку предложила и самогону на зверобое но гости предпочитали привезенное сухое вино и пиво солнце светило ярко но в тени деревьев гулял легкий ветерок создавая нежную прохладу мужчины занялись шашлыками нанизывали на шампуры мясо перемежая его с толстыми колечками лука поддерживали огонь в мангале и вели свои футбольно-политические разговоры женщины сновали от кухни к столу который накрывали стол получился роскошным лилась из приемника музыка пение птиц не слышалось но было так хорошо что казалось и птицы заливаются все были пьяны не столько от вина сколько от чистого воздуха и мыслей никуда спешить не надо ничего решать не требуется остановка отдых благодать про детей забыли точнее переложили ответственность семь нянек каждый рассчитывает что другой присмотрит ведь секунду минуту назад сестричка с братиком играли на пледе расстеленном в тени дома спорили делили игрушки а вроде кто-то кричит прислушался Андрей нажал на кнопку и выключил приемник не крик о помощи а протяжный оперный раскат голос хотя и со старческими обертонами но мощный классически поставленный и тревожный пауза а потом снова крик будто оперную певицу прищемила смертельно и тянет она свои последние ноты поет и не сдается оперная певица у них имелась но они не вспомнили где дети воскликнула Марина оглядываясь ой мамочка перепугалась Лена на пледе валялись игрушки детей не было вчетвером они рванули на голос напролом через колючие кусты не помня себя от страха рядом с бабой Катей три года назад купил землю какой-то богач вырыл котлован глубиной пять метров и сгинул больше не показывался в тюрьму наверное посадили края ямы осыпались вода стояла круглый год превратив котлован в болото там и нашли Эмилию с правнуками стоя по грудь в воде Эмилия держала под мышками детей задрав голову выводила рулады и бабушка и корчащиеся бултыхающиеся дети были покрыты коричневой глиняной жижей точно дикие существа вынырнувшие из преисподней мужчины сходу прыгнули вниз но забрав у бабушки детей не могли выбраться наружу склоны котлована были скользкими не зацепиться пришлось Марине и Лене бегать за веревками за лестницей эта суматоха немного ослабила шок который едва не кончился у обеих матерей разрывом сердца но и потом их долго била дрожь не могли унять плач вой оторвать от себя детей купали малышей бестолково руки не слушались мужья помогали но суетились чрезмерно мешали всех не отпускал въедливый ужас твой ребенок находился на волосок от смерти мог погибнуть захлебнуться в болоте когда ты потягивал вино и перебрасывался шутками и только эмилия сохраняла олимпийское спокойствие отсыпавшихся на нее благодарности и заверений в любви и почтении от обещаний все что угодно сделать отмахнулась не говорите глупостей выглядела эмилия кошмарно на лице разводы косметики череп облепили мокрые жидкие волосики сдувшийся шиньон съехал на бок по случаю праздника она надела расшитое блестками платье которое теперь походило на чешую рыбы вынутой из глиняной болтушки но для внуков внешний вид эмилии только подтверждал ее геройский поступок они смотрели на бабушку с благоговением как на спасительницу она и была спасительницей уберегла от смерти самое дорогое поняв что единственное место для мытья у колодца будет занято и внуки и правнуки перепачкались изрядно эмилия посмотрела на бабу Катю и велела идем в баню вы поможете мне привести себя в порядок молодые люди перенесите воды развернулась и пошла по тропинке к бане она двигалась медленно и неровно чуть покачиваясь от усталости слегка разведя руки в стороны для сохранения равновесия грязная с нетвердой походкой но с ровной спиной и гордо поднятой головой эмилия умудрялась сохранять грациозную царскую поступь королева побывала в лужи но осталась королевой через некоторое время баба Катя пришла с жалобами а одежу говорит неси платья бархатна а где его искать то в ее чемоданах рыскать и на голову этот тюрбун еще намазаться хочет сидит голый и командует я всегда со всей душой понимаю что женщина заслуженная и с претензиями момент устроим подхватил Антон он сбегал к машине постельное белье привезли с собой Антон вытащил из сумки большую махровую простыню когда он вошел в баню и увидел в тусклом свете Эмилию у него защемило сердце она свернувшись на лавке подтянув к подбородку коленки и обхватив их руками дрожало от холода как старенький худенький воробушек потерявшее перение хотело возмутиться приходу Антона но зубы только дрожь выпили сейчас сейчас он накрыл спину бабушки простыней и заговорил с интонациями жены Лены сюсюкающей с маленьким сыном давай миленькая ножки ручки распрями я так тебя заверну хорошенько чтоб согрелась очень замерзла ничего мы на солнышко выйдем солнышко теплое Эмилия она никак не реагировала на ласковые слова внука не сразу но поддалась дала себя укутать Антон едва не застонал от жалости мельком увидев между ног лысый лобок как у маленькой девочки как у племянницы Маринкиной дочки стиснул зубы чтоб совсем уж не раскваситься при виде пустых отвисших грудей заворачивал в простыню тонкие косточки легко прощупываемые задряблыми складками кожи Лена и Марина с детьми Андрей все ждали у бани Антон вышел с Эмилией на руках лицо его имело выражение необычайное вдохновенное прежде не возникавшее точно Антон сделал великое открытие причем открытие не научное не внешнее а в самом себе обнаружил нечто прекрасное Андрей остро позавидовал с досадой подумал о том что первым не догадался броситься к Эмилии вспомнил что тоже носил Эмилию на руках когда притворно умирая та хотела покурить бросив взгляд на родственников поняв их настроение Эмилия не попыталась воспользоваться моментом всеобщего благоговения только фыркнула ее нисколько не тешила вдруг вспыхнувшая любовь пылкие чувства внуков трогали не более чем их прежние сарказмы раздражения на торопливые слова благодарности и вопросы предложения помощи она закрыла глаза помотала головой как на бредне слабоумных только Антон слышал бормотание бабушки к эскорту не доносился слабый голос Эмилии кто вас воспитывал объяснили что женщину которая пребывает в ненадлежащем виде следует оставить в покое бабуля Эмиличка впервые назвал ее Антон по имени не бери в голову нас воспитывали твои родные дети воспитали правильно жизнь не сцена герои только в кино все из себя прекрасные а настоящий подвиг как твой в грязи с матом и проклятиями пардон матом ты не ругалась Эмилия умерла так же картинно как жила сидели за именинным столом страх отпустил дети на коленях у родителей Эмилия в бархатном платье с тюрбаном на голове в мягкой тени листвы свежий макияж не уродовал Эмилию а молодил бабушка была непривычно тиха не болтлела не болтливо задумчиво как всегда грациозно но теперь истинно без пародии тосты во здравии Эмилии произносились легко от сердца даже баба Катя внесла лепту сказала что Эмилия иногда поет по утрам чисто соловей и мужикам тоже радость нужна не все ж вкалывать да пьянствовать про мужиков не поняли оказалось что речь идет о поклонниках любимых воспоминаниях Эмилии ей предоставили слово скажите за что выпьем спросил Андрей жена Марина его поправила сформулировав вопрос культурнее Эмилия мы хотели бы услышать твои сокровенные желания бабушка подняла граненый стакан другой посуды у бабы Кати не имелось с изяществом словно изысканный хрустальный фужер выдержала паузу посмотрела сквозь вино на свет повернула голову как бы желая увидеть далекое за горизонт заглянуть вернулась к присутствующим оглядела их по очереди слабо улыбнулась подарив им одобрение хорошие дети набрала воздух и сказала я хочу посвятить тост способности людей замолкла откинулась назад прикрыла глаза сначала нахмурилась а потом улыбнулась секунду вторую третью десять двадцать прошло а Эмилия не продолжала тоста застыла со слабой улыбкой театральные паузы бабушка любила все знали но в немых сценах должна быть мера эмилия эмилия ку-ку позвал антон мы здесь мы ждем про способность людей марина сидела рядом с бабушкой прикоснулась к ней сначала легонько погладила бабушка умерла умерла картинно и красиво с вином в руке в бархатном платье с уместным макияжем маскирующим старость и смерть с тюрбаном на голове скрывавшим редкие седые волосы и камни в серегах и перстнях казались настоящими драгоценными это навеки уснувшая женщина не могла носить подделок в момент смерти эмилия не фальшивила точно давно репетировала хотя никому не дано сорежиссировать свою кончину как ни стараясь но эмилия осталась бы довольной и тем как выглядела и тем как искренне выражала горечь потери публика хлопот с перевозкой тела моргом оформлением бумаг никаких документов начиная с паспорта и кончая свидетельством о рождении в сумочке эмилия не обнаружилось было много неблагородное чувство избавления от лишней родственницы отсутствовало хотя наверняка умри эмилия месяцем раньше все только бы вздохнули с облегчением в четвером они стояли у гроба ни поклонников ни друзей бабушки не нашлось даже записной книжки чтобы позвонить ее приятельницам пригласить на похороны Марина и Лена плакали Андрей и Антон хмурились когда по траурную музыку гроб уплыл в печь в небытие поминки в квартире Лены и Антона были грустными но какими еще могут быть поминки как ни странно обычно в поминальном застолье нет безудержного плача и безысходной тоски эти муки в одиночестве терзают на поминках вспоминают добрые поступки умершего рассказывают о нем истории чаще смешные и вот уже вдова улыбается родные смеются друзья наперебой спешат рассказать случай сто раз прежде повторенный на днях рождения но все равно забавный поминки тот же день рождения только без именинника о нем светлая память так и тосты заканчиваются светлая память внуки о бабушке ничего не знали теоретически Эмилия прожила больше восьмидесяти конечно бурно и ярко однако им неведомо не вспоминать же ее выкрутасы когда доводила до белого колени а единственным героическим поступком спасением правнуков восхитились десять раз примешивались и подлинкие мысли не свались нам на головы бабуля мы не оказались бы в деревне где роют ямы в которых тонут дети и как не была велика их нынешняя благодарность присутствовало сознание что проживи Эмилия в их домах еще месяц другой начались бы старые проблемы мрак покачал головой Андрей глупость идиотизм но не выпивать же за то что избавило нас от себя земля пухом Эмилии перебила Лена не чокайтесь мальчики все-таки бабушка была удивительной женщиной искала Марина правильные слова необычной неординарной ее мало кто понимал да никто не понимал даже родные дети попытка сказать хорошие слова не увенчала с успехом на помощь пришла Лена выпьем за упокой души Эмилии господи даже не знаем как ее зовут по паспорту ну да упокой господи мальчики сколько раз повторять не чокаясь хоть одну волю ее да исполнили она мне когда кого-то важного по телевизору хоронили сказала четко меня хоронить безо всяких поповских представлений отпевания не заказывать в церковь гроб не таскать не выношу театральные штампы мы не отпевали ухмыльнулся Антон денег сэкономили ребят я никогда не забуду как вошел в баню она скрючилась обычно такая Антон покрутил руками в воздухе ну идиотского вида а тут ощипанный птенец жалкая худенькая маленькая как пронзила моя бабушка кровная сына уберегла Ленка говори за что пьем пусть земля ей будет пухом быстро нашлась Лена наверное правильнее сказать закапали у Марины слезы раскаяния что я бабушку возненавидела вы знаете я ничего не забываю ни плохого ни хорошего Андрею поэтому трудно со мной Мариш перебила Лена мы не на твоем дне рождения а на бабушкиных поминках да конечно извините но мне так горько бабушка спасла мою дочь а я бывало просыпала с утром с мыслью вот хорошо бы она умерла ночью сейчас войду на кухню а она уже холодная два-три дня хлопот с похоронами и нет больше Эмилии Андрей как прежде станет опорой и не злым брюзгой ну виноват со стоном перебила Андрей жену но она была уникумом а кому нужны неординарные личности в быту никому хотя у этой чертовки не хмурься Мариш ну да я выпил и все-таки чертовка и жизнь у нее была голову даю на отсечение фейерверк чертовка моя бабка родная хмельно возгордился Антон без вопросов я всегда чувствовал что между нами общее общее пристрастие к хорошему коньяку вставила Лена Марина тоже почувствовала что мужчин заносит в область выдуманной реальности верный признак опьянения из которого может выдернуть только неожиданный поворот мыслей ребята а ведь Эмилия нам наследство оставила воскликнула Марина точно шкатулка поддержала Лена которую волновала не столько степень опьянения мужа находился у себя дома сколько надежда на щедрое наследство к их чести надо сказать что про шкатулку и обещание бабушки сделать их богатыми до этого момента не вспоминали а где шкатулка спросил Андрей ты меня спрашиваешь возмутился Антон Ленка Маринка где бабулина шкатулка все переглянулись и покачали головами никто не брал когда увозили тело бабушки только ее сумочку захватили в гробу лежало в последнем наряде бархатное платье и тюрбан на голове решили ехать за наследством в следующее воскресенье вот славно то обрадовалась баба Катя когда они подкатили к ее дому сегодня девять дней боялась что забудете они забыли просто выходной совпал с девятинами хорошо что немного продуктов захватили но спиртного не брали Андрей и Антон вызвались поправить бабе Кате перекосившийся забор пока варила с картошкой женщины накрывали на стол с детей не спускали глаз покормив уложили спать а вино спросила баба Катя когда все уселись за стол мы за рулем ответил Андрей не по-христиански помянуть надо возразила старушка принесла свой самогон и недопитые в прошлый приезд бутылки по-хозяйски закупоренные бумажными пробками разлили сказали ритуальные слова выпили не чокаясь более не наливали к удивлению бабы Кате внуки Эмилии налегали на еду жевали хмурой молча будто не на поминки приехали а с голодного края вырвались для бабы Кате никто не хотел изображать горюющих родственников сказать от сердца было нечего все что могли из себя выдавить после похорон озвучили и вести посторонние разговоры неуместно поэтому молчали и ели Марина поняв по ерзанью бабы Кате что-то нервничает сказала мы очень любили бабушку полюбили нам очень жаль что она умерла мы не находим слов чтобы выразить свои чувства но хоть трижды помянуть попросила баба Катя разливая самогон земля пухом голубушки царствие небесное после третьей рюмки баба Катя рассказала как спокойницы вечерами по три рюмочки принимали Эмилия говорила что самогон на колгане чистый коньяк приняв на грудь Эмилия пела сначала свое нерусское оперное красиво но не трогает потому что слов не разберешь а потом по просьбе бабы Кати народной песни и особенно душевно у нее выходила песня где слова говорят что я не очень скромная но это знаю только я и в другом куплете говорят что я жалею прошлого а мне нисколько не жаль сердце переворачивалось как пело точно про себя никогда даже в голову не пришло попросить ее спеть сказала Марина как и многое другое кивнул Антон например рассказать о театральной карьере или о наших собственных родителях если бы меня как Эмилию третировали а я первая третировала уточнила Лена я б такую войну развязала никому мало не показалось бы она сражалась тихо не сдавалась у заплеванного мусоропровода курила вспомнил Андрей деньги от нее прятали чтоб в парикмахерскую не ходила втянула носом воздух Марина за каплю духов или сто грамм детского творожка качала головой Лена воровкой обзывали куском хлеба попрекали скривился Антон жлобы сказал Андрей мы себя вели как последние жлобы детки я че-то не понимаю баба Катя переводила взгляд с одного гостя на другого вы про покойницу плохо говорите грех нет успокойтесь ответила Лена это мы себя казним что при жизни мало внимания бабушки оказывали так это всегда облегченно улыбнулась баба Катя живет человек живет а умер за голову хватаешься мало истинно верных прекрасных слов ему говорила вот я мужа любила самозабвенно но пилила его каждый день че-то требовала все он в должниках по хозяйству и тогда дуре казалось недовольный ходить шпынять мужика это правильно так все бабы поступают муж всегда в чем-то да недостаточным должен быть а как умер мой Вань внезапно тут меня до потрохов дрожью забило не услышал мой соколик при жизни ласковых слов заслуженных у меня то этих слов аж распирает а кому теперь нужны подавись ты милахудра драная то есть я сама ой и лихо мне было в церкви по пять часов на коленях стояла не помогала нет отпущения я у дочки в райцентре жила в храм как на работу ходила мы тогда еще хозяйство держали корова поросята куры да огород внимание требует картошки десять соток сажали и все я забыла бросила днем в церкви ночью в слезах вы понимать должны чтобы сельская баба отмахнулась от хозяйства забросила скотину корову недойной оставила нужны обстоятельства непреодолимой силы подсказал Андрей переживания сильнейшие проще сказала Марина да кивнула баба Катя от переживаний чуть не тронулась умом а как прошло спросила Лена момент не помню чтоб сказать во время молитвы откровение пришло или на утро или после разговоров с батюшкой он у нас молодой сосланный то есть не понял Андрей карьеру в Москве хотел делать а тут подсидели его приход дали ну вроде как в ссылку народ то знает от людей не утаишь казенный батюшка без сердечности и вот значит ай на чем остановилась то как откровение пришло напомнила Лена а медленно наплыла не в раз может Ваня с того света подсказал мол встретимся с тобой не миновать а ты пока на земле пребываешь ты добром живи худой ли злой ли человек встречится а ты с ним по-доброму потому что у каждого и у бандита последнего хоть крупинка совести да имеется Достоевский отдыхает тихо сказала мужу Марина вместе со Львом Толстым так же шепотом ответил Андрей дети мои продолжала баба Катя сыночек и дочь у меня трое внуков скоро приедут сейчас за границей в пионер ой нет просто в детских лагерях хорошо то жить стали вот дети говорят ты мама сильно после папиной смерти переменилась сама знаю так ведь в лучшую сторону и стало мне привольнее душой раньше мучилась невестка сынова жена как в попыхах деланная руки крюки пуговицы пришить не умеет взять дочкин муж только болтать хвастать да водку жрать а теперь какими есть принимаю без осуждений а че ковыряться то переделать не переделаешь вот и живи с тем хорошим что в человеке имеется он твоих внуков родитель и воспитатель и миля ваша поначалу гонором давила то есть то ей не так это не этак а я на все положительно согласная оттаяла ваша бабуля днем гуляла ой смех солнечные ванны принимала ну какие ж у солнца ванны а вечером мы с ней по три рюмочки и баба Катя снова рассказала как выпивали как пела Эмилия бабу Катю не перебивали дослушали второй раз ее исповедь и воспоминания об Эмилии поначалу не задавшимся поминкам придали нужную атмосферу вы не будете возражать спросила Марина если мы разберем бабушкины вещи бабе Кате вместо разберем послышалось заберем худо увозите конечно да только поместится ли в вашу машину почитает целая комната вещей или в несколько заходов отвозить будете у меня в этой комнате внуки на каникулах живут голову ломало как Эмилию попросить к приезду внуков освободить помещение перенести чемоданы до коробки в сарай хотела не пришлось просить Марина и Лена переглянулись они не собирались тащить в Москву Эмилины коробки и баулы главным было найти шкатулку хотя и покопаться в бабушкиных чемоданах было по-женски любопытно мужчинам совершенно неинтересно даже противно им доходчиво объяснили в четвером быстро управимся не до ночи здесь сидеть найдем шкатулку и вы свободны это были наряды платья юбки жакеты блузки шесть чемоданов старой одежды Андрей брезгливо двумя пальцами брал очередную тряпку и бросал на пол Антон содержимое чемоданов захватывал пятернёй и отправлял туда же в растущую груду старого барахла Марина и Лена продвигались значительно медленнее рассматривали каждую вещь платье крепдышиновое миленькое но под мышками проедено потом дырки коричневый габардиновый костюм отлично шитый но в рыжих застарелых пятнах туфли чёрные лакированные каблуки наискось сбиты лак потрескался белые восоножки когда-то изумительные наверное ручной работы но теперь подошва серпом выгнулась Эмилия не потрудилась выстирать гардероб прежде чем положить на хранение наряды ещё не истлели но вид потеряли обувь скукожилась точно воды хотела её не поили и Марина и Лена не оставляли мысли найти в бабушкином приданом какой-нибудь наряд годный после дезинфекции конечно для модного нынче стиля винтаж но никакая обработка не могла вернуть жизнь бабушкиным нарядам шерстяные вещи проеденные молью рассыпались в руках Марина раскрыла коробку в которой хранились шубы и драповое пальто с меховыми воротниками моль до сих пор там хозяйничала копошились беленькие червички ой гадость отпрянула Марина Антон вынеси эту мерзость на улицу я Эмилии говорила из-за вашего барахла у меня моль летает она заткнись велел Антон жене которая забыв о бабушкином подвиге вернулась к старым претензиям он поволок коробку на улицу Лена в спину его напутствовала внизу пощупай а вдруг она в мольное царство шкатулку закопала или под деревом на участке зарыла предположил Андрей которого уже мутило от запаха тлена схожу бабу Катю спрошу не закапывала ли Эмилия клад мужчины дезертировали женщины продолжили поиски гардероб Эмилии навеки утраченный представлял собой историю моды в одном чемодане послевоенные с подбитыми ватой наплечниками жакета и платья явно привезенной из Германии 50-е годы пышные юбки узкие в талии лифы короткий период 60-х когда в моду вошел силуэт аля Наташа Ростова кокетка над грудью завышенная свободная юбка как в платье для беременных немыслимо поражалась Марина столько вещей мне мама рассказывала что после войны люди в землянках жили носили вещи до последнего до дыр потому что на новые денег не было да и негде купить студенты в институт ходили в калошах веревкой к ступням привязанным девушки по очереди на свидание бегали одно платье на пятерых а моя бабушка вспомнила Лена портнихой была всю родню кормила достанут ситца у спекулянтов и перед раскройкой намочат материал за края берутся и тянут дергают чтоб лишних 10 сантиметров выгодать и вот вопрос откуда у Эмилии столько нарядов в стране был десяток публичных женщин вроде Любови Орловой которые одевались с иголочки с экрана маскировали всеобщую убогость любовь Орлова публичная поразилась Лена типа прости ты не поняла я имела ввиду женщин главным образом артисток законодательниц моды которые демонстрировали себя публике как эталон совершенно недосягаемый для подавляющего большинства и обитали дамы высшего света исключительно в столице а наша бабуля всю жизнь в провинции сгущаешь не согласилась Лена чихая и вытаскивая на свет очередную вещь то ли кофту то ли кардиган от дыр ажурную мне бабушка рассказывала как хорошие портнихи ценились больше чем теперь специалисты по финансам и маму и теток своих дочерей бабуля одевала как куколок главным было материал достать золотые руки имелись у Эмилии заметь только послевоенная с бирками наши из оккупированной Германии везли а далее все самострок что самострок сам строчу но все исключительно технологично сделано я тебе про золотые руки толкую теперь таких портних днем с огнем их годами надо учить выращивать кутюрии на них молятся а на фабриках сидят чукчи в смысле разной национальности значения не имеет китаянки русские или башкирки на конвейере зная себе на педали электрической швейной машинки давят тупо один и тот же шов изо дня в день строчат лет двадцать назад судя по более свежим нарядам моду на которой Лена и Марина помнили по фотографиям собственных матерей бабушка принялась молодиться ударилась в розовые бежевые и других светлых оттенков платья и костюмы с обилием брюши и оборок донашивала эти вещи до последних дней можно было сделать вывод сказала Лена что проблемы с головой у бабушки начались давно верно согласилась Марина на смену аристократическому строгому английскому стилю пришло увлечение нарядами в духе утренников в детском саду бедная бабушка цеплялась за уходящую молодость чихнула Лена все началось у меня аллергии на пыль но знаешь в шестьдесят или семьдесят испугаться что стареешь это не в тридцать по косметическим хирургам бегать так что Эмилия долго марку держала розовые рюши у них одновременно с маразмом приключились может тебе уйти я сама закончу предложила Марина или мальчиков на помощь призвать еще пять коробок осталось благородно отказался Лена мальчики в этом деле не помощники сломались на шубах одна ты провозишься до утра мне самой интересно пойду в нос закапаю и таблетку выпью детей проверю а ты окно открой пусть хоть проверится нашли спросил Антон жену пока нет прогундосила Лена доставая капли остались коробки запрокинув назад голову что делать было не обязательно лекарство в виде спрея но так выглядело эффектнее Лена пшикнула в каждую ноздрю помотала головой вытащила блистер с таблетками одну выдавила воды дай потребовала аллергия началась подхватил Антон и налил стакан воды да бросьте выковыряться в этом старье ну чего вы каждую тряпку на свет просматриваете мы сейчас с Андрюхой в два счета раскурочим коробки найдем шкатулку Андрея подобная перспектива не радовала да и Лена не желала пропустить археологические удачи скоро дети встанут сказал Андрей мы присмотрим он посмотрел на часы третий час малыш не отрыхнет вот что значит чистый воздух именно шумно булькающе втянуло воздух Лена не автомобили надо покупать упрекнуло мужа о продачу думать и тут же уловила осуждающий взгляд бабы Кати не кусай мужа после его смерти каждый упрек оплачешь свят свят подумала Лена моему Антону жить и жить у нас пока дети не все родились а еще внуков и правнуков на ноги ставить Антон в свою очередь подумал что из них четверых более всего похожа на бабулю Ленка хотя по крови не родная но тот же напор та же воля к победе на каждом участке и в каждую минуту словно подслушав его мысли Андрей ухмыльнулся Ленка ты Эмилия номер два только без оперной карьеры и без вагона нарядов с готовностью откликнулась Лена мне супруг такого гардеробчика не обеспечил да ладно баб Катя ну не смотрите на меня с осуждением я своего Антошкина не променяю на десяток олигархов ты про что напрягся Антон про куриное пшено вспомнила детскую присказку Лена она торопилась уйти несмотря на аллергию приглушенную лекарствами Лена испытывала истинно женский азарт Марина там разбирает вещи а она отсутствует сей азарт был не только непонятен мужчинам но вызывал у них брезгливое недоумение они думали что жены героический подвиг совершают вяло предлагали помощь и не догадывались что Марину и Лену впервые в жизни захватила музейно-историческая страсть к раскопкам бытовых древностей дети встанут уходя велела Лена глаз да глаз не волнуйся заверил Андрей она еще напоминает хмыкнул Антон который на самом деле испытывал потрясение от сходства бабушки Эмилии и жены считал что знает супругу вдоль и поперек а тут Ленка в новом варианте блинчиков детям на полдник испеку поднялась и баба Катя к блинам меду сметаны или свежих ягод черные красные смородины созрели подавить сахаром Лена не успела ответить мне с медом попросил Антон а мне с ягодами сказал Андрей детям только со сметаной или с топленым маслом распорядилась Лена у них диатез на все кроме продуктов от коровы то есть молочных а чистая химия проходит на ура городские дети венец цивилизации скоро из тюбиков будем их кормить ладно я пошла кажется нос пробила в одной из коробок были плотно утрамбованы дамские сумочки много штук 30 сохранились лучше обуви некоторые модели чудные по форме по фурнитуре замкам защелочкам окантовочкам а все-таки с такими не выйдешь на улицу от сумок несет задхлостью и случайной находкой в прямом и переносном смысле слова пахнут отвратно и безошибочно наводят на мысль что их обнаружили на чердаке в подвале в старом сундуке так собственно и было удержаться от того чтобы не проверить нутро сумок было невозможно щелкали замками открывали молнии ничего интересного не обнаруживалось смятая коробка папирос оторванный билет в кино посеревший носовой платок смешной бумажный рубль медные монетки поржавевшие невидимки и шпильки тюбик помады и прочая ерунда которую всякая женщина оставляет в сумочке идущей на помойку только Эмилия редикюльчики не выбрасывала а зачем-то хранила гора сумок уже соседствовала с холмом тряпок и грудой обуви Марина оглянулась некуда ступить Лен а может все это богатство какому-нибудь этнографическому музею предложить или театральным костюмерам ну как ты себе это представляешь спросила Лена которая из последней сумки вытаскивала какие-то бумажки разворачивала и читала переться в Москву с Эмилиным приданным потом развозить его по театрам у тебя есть на это время ой Маринк грузовик с цветами был миллион алых роз только послушай а вот записка наверняка поклонник писал который директор фабрики внезабвенная Эмилия примите мой скромный букет машина роз в сравнении с грудой зелени который осыпал вас солдафон это про генерала армии наверное оторвалась от чтения Лена ну дают старики дальше то что машина роз тра-та-та покажет глубину моих чувств последний привет и последнее выражение моей неземной страсти за которую буду благодарить вас вечно завтра меня арестуют назовут вором в особо крупных размерах потом посадят дальнейшая жизнь только мрак и умирание наказание справедливо по советским законам при которых выпало несчастье жить с новой строчки Эмилия прощайте и помните о человеке который ради вас совершил бы любое преступление все нифига себе он долго воровал или однажды украл государственные деньги чтобы машину цветов ей под ноги бросить ты меня спрашиваешь пожалуй плечами Лена откуда я знаю хотя Эмилия говорила но все это казалось бреднем рехнувшейся старухи Маринк а ведь на самом деле было ты представляешь какие страсти мордасти не представляю как в кино на несколько секунд Марина и Лена задумались мысли у них были одинаковыми ради меня никто безумств не совершал на преступление не шел грудой цветов меня не осыпал когда первой заговорила Лена Марина поняла ее без предисловий зато мы с тобой матери настоящие и наши собственные мамы не финтифлюшки да и свекрови первым делом семья а не тешить себя поклонниками чтоб они сдохли Маринк да я понимаю завидно хотя и не желаешь подобного успеха Антон твой братец зараз про день свадьбы никогда не помнит придет домой я ему романтический ужин он полбу себя бьет забыл на следующий день барскую корзину цветов дарит только это как штраф получается Андрей полагает что истинные чувства как духовные понятия не могут измеряться материальными аргументами грустно ухмыльнулась Марина подаренные цветы золотые украшения даже коробки конфет опошляют его великое чувство а может он просто жадный нет помотала головой Марина не жадный в магазинах требует чтобы я выбирала самое дорогое платье чтобы не гонялось за скидками чтобы продукты покупала свежие а не подвявшие уцененные поэтому я предпочитаю без мужа покупки делать с ним разоришься на дни рождения Антон подарки мне приобретает в самый последний момент по дороге домой в переходе в метро духи фальшивые или какую-нибудь китайскую дребедень типа будильника вмонтированного в живот пластикового поросенка у Андрея другая крайность он за несколько месяцев обсуждает со мной подарок пытает что мне нужно из по-настоящему ценного и важного предлагает идти за подарком вместе или точно описать предмет потом двадцать раз позвонит из магазина с уточняющими вопросами ты хочешь немецкий маникюрный набор или швейцарский а я хочу сюрприза чтобы удивиться и по-детски и по-детски обрадоваться сказать ему стесняюсь да и не поймет вот и получается подвела итог Лена мужики у нас нормальные сами мы не дуры а чего-то не хватает того что у Эмилии было через край у нее была очень высокая самооценка а мужская галантность питается исключительно женскими капризами мы капризничать давно разучились это кто сказал это я сказала а правильно я с сегодняшнего дня по-другому буду жить забудет Антон про день свадьбы романтический ужин ему на башку вывалю купит на день рождения духи якобы французские в унитаз спущу тебе тоже хватит Андрея баловать как бы нам с такой политикой не оказаться у разбитого корыта хуже не будет все равно лучше некуда Марина хлопала глазами безуспешно пытаясь понять логику последних слов Лены пыхтя Лена выволокла на середину комнаты предпоследнюю коробку сверху лежали две большие деревянные шкатулки но заветной среди них не было в шкатулках покойлась бижутерия бусы клипсы колье браслеты пластиковые мутные от времени точно жирные медные под золото алюминиевые под серебро с тусклыми пыльными камнями в детстве Марина обожала играть с мамиными украшениями до сих пор хранит их пополняя запас собственными списанными бирюльками для дочери предвкушая удовольствие которое испытывает малышка когда придет интерес к драгоценностям но из наследства Эмилии взять что-либо Марина не захотела даже продезинфицированные эти вещи как из могилы вытащенные будут вызывать врезгливость вдруг ковыряясь в шкатулках предположила Лена что-нибудь настоящее тут завалялся сомнительно женщина которая в подобных количествах покупала изделия самоварного золота вряд ли обладала настоящим если обладала то наверняка рассталась с ценностями в трудные времена а потом сублимировала на подделках ведь любовь к украшениям осталась папа помню шутил говорил маме твоя родительница обвешивается таким количеством металла что ей надо держаться подальше от магнитов я запомнила фразу потому что не могла понять в ней сразу двух вещей кто такая родительница и что магнит делает с металлами под шкатулками лежали альбомы с фотографиями впервые за три часа раскопок Марина и Лена ахнули от восхищения они брали в руки старинные альбомы с обложками как у музейных фолиантов испытывали неожиданный трепет ну что альбом у них самих фотоальбомов за недолгую жизнь накопилось немало в простых глянцевых обложках где запаянные в пластик красовались цветы пейзажи а тут софьян шок серебряное тиснение ажурные застежки по краю открывались альбомы с треском хрустом будто вздыхали листы толстенный картон проложены папиросной бумагой которая в свою очередь переворачиваемая тоненько шевелится как жалуется стул и трон шепотом сказала Марина чего так же тихо переспросила Лена местом для сидения может быть и простой стул и табурет а можно восседать на троне при чем тут цари-королей имели альбомы Лена с благоговением взяла в руки очередной образное сравнение в прошлом веке к фотографиям относились как к произведению искусства а мы теперь как к фиксации момента во времени и пространстве про прошлый век точно вы с Антошкой чисты из дворян я их позову Лена выскочила из комнаты влетела на веранду где полдничали подкрепляясь блинчиками мужчины и дети баб Кать за детьми посмотрите Антон ты хотел знать историю своего рода иди любуйся там твои предки с царями на тронах вась-вась где подавился блином Антон но жена не удосужила его ответом еще раз спросила бабу Катю детей на вас оставим баба Катя ответила совершенно несвойственным ей утверждением очевидно сказались разговоры которые вели при ней Андрей и Антон реально испугалось слово которое часто повторялось в диалоге Антона и Андрея и выскочила против ее воли поправилось понятно посмотрю за маленькими блинчики доедят на веранде с игрушками расположу правильно сходу поняли друг друга баба Катя и Лена на улицу не выпускайте там их не поймаешь чего расселись другим голосом спросила Лена мужчин помня о новой политике идите преподайте к историческим корням не поняв ни слова Антон и Андрей потянулись за Леной в комнате возвышались холмики старого барахла валялись раскрытые чемоданы и пустые коробки Марина сидела на корточках у окна при их появлении встала и протянула Андрею альбом только посмотри он первым делом захлопнул альбом смяв папиросную прокладку жалобно хрустнувшую посмотрел на обложку присвистнул потом открыл на странице которую держала пальцем Лена не отпуская альбом из своих рук видишь спросила Марина среди изображений под которыми стояли даты позапрошлого века выглядевшие не как фото а литографиями произведениями художника была одна женщина в старинном платье с тонкой талией лицом очень похожая на Марину кто это спросил Андрей понятия не имею так мы из благородных перелистывая альбом подсунутой женой сказал Антон бал гей прочитал он мы из немцев или прибалтов это скорее название фото отелье заглянул ему через плечо Андрей фамилия хозяина бал гей и адрес угол караванной и большой итальянской санкт-петербург под другими фото тоже оттиски фотомастерских какое-то время они молча листали альбомы пожелтевшие снимки особенно дореволюционные были прекрасны мужские военные персонажи стояли придерживая одной рукой саблю на боку другой опираясь на высокую подставку штатские сидели в резных креслах и по серьезной значимости облика тянули на министров женщины как на подбор красавицы их портреты в овале окруженном легкой дымкой можно было рассматривать часами на групповых семейных фото наряженные дети разных возрастов на коленях у родителей казались настолько спокойными что не верилось будто они не способны носиться и шкодить как обычные потом пошли снимки белогвардейцев и красноармейцев и народ попроще мужчин в ватниках женщин в скромных юбках блузках с косынками на головах появились фото не из ателье а сделанные на улице в каких-то учреждениях далее шли довоенные и послевоенные снимки с трудом опознали Эмилию худенькую брюнетку снимавшуюся то с одним то с другим военным кто из них ваш дедушка спросила Лена не знаю огрызнулся Антон как и на Марину фото действовали на него удручающие у меня такое чувство что я виновата перед всеми этими умершими людьми сказала Марина они наши предки а мы даже имен не знаем спасибо Эмилии злился Антон сделала нас Иванами родства непомнящими мы не стремились вспомнить справедливо заметила Марина про деда знаем только что погиб на войне твоему отцу было три года а мама и вовсе родилась когда он на фронт ушел вот смотрите Эмилия с детьми это наверное есть наши родители которые также не стремились сохранить родовую память подумала Марина даже своих детских фото у них не попросили не забрали мне только сейчас пришло в голову сказала Антон что я никогда не видел снимков отца в детстве его фотоархив начинался со студенчества то есть когда он от бабули от Эмилии уехал они хотели порвать с бабушкой и порвали кивнула Марина значит заслужила нахмурился Антон он испытывал досаду на отца лишившего его благородных и знатных предков отрезавшего ему семейные корни это как же надо с детьми обходиться чтобы они родную мать вычеркнули Лена почувствовала настроение мужа и подсказывала ему мотив для оправдания поведения отца мы не должны осуждать наших родителей поглотила слезы Марина но и простить их нельзя поджал губы Антон надо было нам дать шанс самим разобраться хотим ли мы иметь предков или не хотим у нас был шанс в виде эмилии напомнил Андрей у нас повторила мысль на Марина и простила мужу все надуманные обиды а мы шпыняли старуху продолжал Андрей куском хлеба попрекали кому-нибудь пришло в голову попросить ее фотографии показать сами виноваты и нечего на покойников вину перекладывать кажется сейчас получите ответ на некоторые вопросы пока Марина и Антон сокрушались над потерянной памятью поколений Андрей открыл последнюю коробку там были письма стопки писем перетянутых резинками для трусов узлы резинок были небрежными с длинными облохматившими соконцами только одна тонюсенькая стопочка крест-накрест перевязана красной атласной лентой сверху бантик Андрей дернул за бантик всего два-три листка он молча их прочитал вслух прокомментировал надо полагать это письмо вашего деда с фронта слушайте дорогая Марусенька у меня буквально минута чтобы написать тебе и никакой уверенности что письмо дойдет далее по-французски на войне как на войне перевел Андрей все что могу сказать о нынешнем своем положении но даже трудности лагер не могут заслонить от меня тревоги о тебе родная ты создана чтобы украшать мир а не растить детей терпеть лихолетие царить а не выживать ты уникальный цветок женщина праздник родившаяся не в свое время солушка я думал взять на себя пошлые бытовые все зовут нужно заканчивать прощай любимая твой рыцарь Антон я не дослужил тебе потому что иной долг на этом обрывается письмо Эмилия а в прошлом Маруся получила а следом похоронку вот на бланке оказывается похоронка на самом деле правильно называется извещение смотрите Андрей передал ребятам небольшой пожелтевший типографский бланк от руки заполненный фиолетовыми чернилами нисколько не выцветшими Марина Антон Лена брали похоронку по очереди читали они не смогли бы описать чувства которые вызывала эта официальная бумага когда-то наверняка принесшая взрыв горе да и теперь кровь стыла от сознания казенной бездушности военной машины заранее напечатали бланки потом вписали фамилии погибших соблюли формальность хотя проблеск торжественной скорби имелся и в этом документе в верхнем левом углу стершийся штамп можно прочитать только военный комиссариат посередине жирно извещение ниже с новой строчки ваш и длинный прочерк под которым в скобках муж сын брат воинское звание на этой строчке чернилами написано муж комдив под следующей строчкой фамилия имя отчество на строчке Ипатов Владимир Иванович далее строчка уроженец под ней область район деревни село закончилось город Москва с новой строчки с маленькой буквы текст в бою за социалистическую родину верной воинской присяге проявив геройство и мужество прочерк под ним убит ранен и умер от ран под ним убит в боях за Троицк 20 июля 1941 последняя строка с прочерком похоронен внизу в скобках место захоронения эта строка пустовала ниже с красной строки текст настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии приказ НКО СССР номер 220 1941 года смазанная печать и две подписи военного комиссара и начальника штаба теперь вы знаете сказал Андрей что вашего деда звали Ипатовым Владимиром Ивановичем что он родился в Москве и командовал дивизией видела ли мама эту похоронку задумчиво спросила Марина а мой отец повторил вопрос Антон не думаю ответил Андрей здесь еще одно письмо как я понимаю писала Эмилия она же Мария Ипатова адресовано погибшему мужу не удивляйтесь сейчас прочту и вы все поймете только будьте готовы что это Андрей запнулся не находя слов Эмилия была все-таки не от мира сего да читай же поторопила Лена психоанализ отдыхает или напротив такая личность как ваша бабушка стала бы любимой пациенткой Андрей перебила Марина читай не томи слушайте здравствуй Владимир не вока не заяц а Владимир потому что ты умер предал меня бросил после каждого предложения восклицательные знаки как ты мог зачем обещал хранить меня вечно зачем не согласился остаться в штабе ведь тебе предлагали теперь сплошные вопросительные знаки и следы размытые видно плакала я проклинаю тебя как предателя и детей твоих один мальчик вечно больной и в соплях а девочка в моем животе я знаю эта девочка ворочается и бьется из-за нее поднялась диафрагма и теперь мой голос звучит утробно зачем мне дети это ты уговорил меня уговорил и бессовестно бросил зачем эта война зачем ты ушел на нее ты поставил какие-то пустые идеи выше моего счастья ты украл у меня счастье ненавижу тебя вырву из сердца навсегда чтобы не истекло оно кровью забуду навсегда и дети твои не будут знать имени твоего и черты твои на их лицах будут вызывать у меня ненависть ужас пробормотала Лена она свихнулась от горя так и не развихнулась хрипло сказал Антон Андрей спросила Марина у которой дрожали губы это все нет здесь пропуск чернила немного отличаются видно писала позже или на другой день ребята держите себя в руках это не для слабонервных Владимир ты гниешь в земле или валяешься на поверхности непогребенной изуродованной твое тело на котором нет точки которую я бы не целовала рвут дикие волки твои глаза которые лили слезы глядя на меня теперь выклевали птицы так тебе и надо предатель а я буду жить дальше порхать и царить вот только разрешусь от бремени от этой противной твоей дочки ты говорил что таких как я одна на миллион ошибаешься я единственная ваша политика революции войны нищета убогость рабский труд плебейская мерзость я лучше умру чем надену серую рабочекрестьянскую робу умереть вовка зачеркнуто поверху владимир мысли о спасительной смерти не оставляют меня сто минут и как получила твою похоронку когда я прочитала это отвратительное казенное извещение ругалась как сапожник обзывала тебя последними словами няня сына смотрела на меня как на умалишенную ох как славно было бы сойти с ума равнодушно принимать и удары судьбы и мелкие уколы но не надейся увидеть меня в роли городской сумасшедшей нет назло 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 я проживу блестящую жизнь я пожертвую всем я не стану признавать никаких моральных запретов я была принцессой и останусь первой из первых все ребят письмо окончено елки моталки они молчали несколько минут не находя слов чтобы прокомментировать послание высказать свои чувства эмилия заслуживала осуждение но ее было жаль хрупкая и железобетонная одновременно она не поддавалась привычным меркам и оценкам лабораторная мышь нарушил молчание Андрей что не поняла Марина лабораторная мышь это искусственно выведенные генетически чистые особи необходимые для опытов но в природе не встречающиеся эмилия была генетически чистой женщиной игрушкой без примесей материнства сострадания самоотверженности и преданности она желала порхать царить получать цветы вагонами и только я бы тебя попросил сквозь зубы проговорил Антон поаккуратнее выражаться о моей бабке ничего личного развел руки Андрей моя жена к счастью пошла не в бабку а мне завидно вдруг выпалила Лена я уже Маринке говорила Эмилия как комета по небу а я просто булыжник который по дороге катится здрасте возмутился Антон только что защищавший бабушку да если б ты хоть наполовину хоть на десятую часть была Эмилии я не женился бы на тебе никогда лабораторная мышь повернулась к мужу Марина и горько усмехнулась что ж можно констатировать что исторический опыт удался из меня получилась рабочая лошадь истовая мать преданная жена хозяйка дома у Марины навернулись слезы но я никак не игрушка не куртизанка не принцесса не говоря уж о королевне я тоже захлюпала Лена девочки вы чего поразился Андрей пыли наглотались воскликнул Антон тряпье это на вас подействовало ткнул он пальцем в груды на полу драгоценности зачерпнул из коробки бижутерию и потряс в воздухе или письмо на тот цвет написанное клинически больной особой вторил Андрей Марина и Лена синхронно вытирали слезы и шмыгнули носами руки у них после возни с пыльными вещами были грязными на щеках остались темные полосы совершенно разные внешне сейчас молодые женщины были похожи друг на друга как близнецы одинаковые выражения глаз осуждающие обиженные чумазые лица явное желание выдать упреки рвущиеся с языка его типичная манера подумала Марина не броситься утешать меня когда рыдаю просто приласкать а допытываться о причине слез я для него приставка к холодильнику и стиральной машине терзала слена а чтоб чувства мои понять что мне блеснуть хочется и выглядеть не буду молчать а вдруг мысленно возмутилась Марина да пошел ты подумала Лена к своей такой-то бабушке видишь ли Андрей медленно сказала Марина глотая слезы если женщина плачет то надеется на сострадание а не на доморощенный психологический анализ для тебя мои слезы зло упрекнула Лена мужа тьфу по сравнению с подвеской к машине Антон и Андрей переглянулись теперь уже выражение их лиц полностью совпадали девочки чудят девочек требуется срочно успокоить Маришкин Андрей поднял на руки жену крутанул в воздухе сел на коробку с письмами я тебя обожаю ой дура захватил Антон жену в объятья и повалил на груду тряпок дура ты у меня дурочка батюшки обомлела баба Катя застыв на пороге в комнате царил полнейший бедлам и разгром а молодые целуются одни на коробке сидят и воркуют другие на полу валяются и в засос вы тут это заикалась баба Катя а там дети мальчик обкакался девочка девочка ему штаны сняла извините точно замороженная точнее испуганная она повернулась и пошла прочь молодые бодро вскочили и побежали к месту происшествия мужчины навели порядок помыли детей переодели баба Катя отметила спору управились не впервой знать помощники женам а не захребетники женщины умывались пудрились губы красили смеялись слышно было хихиканье жен отметила баба Катя на лицах мужей вызывало самодовольное выражение и все-таки ее Катерину Ивану не оставляло чувства смущения возмущения от подсмотренной сцены что разбросали вещи-то спросила она когда гости усели за стол попросив чаю вывезти хотели оно упаковано было а теперь повыкинуто вы пожалуйста одежду сумки обувь украшения куда-нибудь начала Марина и замолчала раздайте или выбросите пришла на выручку Лена письма и альбомы с фотографиями продолжила Марина и снова заткнулась увезем сказал Антон потом когда-нибудь может быть займемся откапыванием корней или наши дети собственно вступил Андрей мы искали только одну шкатулку деревянную темно-коричневую с замком не нашли баба Катя неожиданно ахнула руками за лицо схватилась на стул плюхнулась и забыть забыла про странное поведение молодых старушка про наше наследство проведала и стащила сперла умыкнула зарыла в саду детям отослала в банковскую ячейку положила в разных вариантах схожая мысль посетила наследников эмилии баба Катя потребовал Антон была шкатулка как же завсегда у нее в светелке где жила эмилия на подоконнике стояла вы ее стырили скажите честно тоном доброго следователя извиняющего поведение преступника спросила Лена как можно господь с тобой но сейчас шкатулки нет уточнила Марина нет и куда она делась нетерпеливо спросил Андрей сгорела почему-то никто не воспринял сгорела буквально в огне погибла и смотрели на бабу Катю как на воровку имеющую снисхождение по совокупности добрых дел чего уставились фальцетом проверещала баба Катя и стало понятно какой она была в прежней жизни до смерти мужа нормальной женщины с эмоциями без монастырской терпимости думаете я не уговаривала я ли не хватала за руки эмилию она самогонки перепелась я предупреждала про крепость жечь кричит этот толстой грибоедов а вспомнила гоголь сжег и я уничтожу так вот по листику выдирала и в печке дала а раньше говорила опубликуют это значит в книжке напечатают мои внуки миллионщиками станут баба катя вы не волнуйтесь мирно сказала лена никто вас не обвиняет как же на физии своей посмотрите нашли прям злодейку ваша эмиля через день на постель дула я стирала клеенку подстелю чтоб хоть матрас не пачкать она вытаскивает и ругается и меня как крепостную вообще у бабушки был сложный характер мирно сказал андрей мы вам очень благодарны за поистине самоотверженный труд вы героиня сказала лена христианской доблести женщина подхватила марина нам бы таких бабушек воскликнул антон баба катя подошла к буфету открыла дверцу достала бутылку от импортного коньяка заткнутую пробкой из газеты зубами пробку вырвала плеснула в стакан своего зелья выпила секунду постояла прислушиваясь к прохождению самогона по пищеводу расслабилась помягчела сняла напряжение бабульки нашли друг друга подумал андрей они тут гудели за милую душу подумала лена последние дни у нее были в алкогольном бреду подумала марина и хорошо хоспис на пленере напиться и забыться подумал антон мне б так кончить но пока еще у меня есть дела всю меня перевернула эмиля призналась баба катя возвращаясь на место ох женщина этак бы каждой бабе я рассмышляла в мозгу как в камне пробивала мысли непривычные каждой бабе так выкаблучиваться мужики не справятся а по отдельности стервы всегда жизнь нормальным бабам портили вернемся к судьбе шкатулки прервала андрей нам уже ехать пора что в шкатулке находилась вся что хором спросили гости находилась пояснила баба катя тетрадь находилась толстая каленкоровая обложка сорок восемь листов как сейчас помню детям в школу покупала для алгебры а в тетрадке перебила Лена она до последнего писала я ей очки свои предлагала а то буквы в пол листа сведения ее жизни от начала предков до эмили вечерами когда мы по рюмахе рассказывала зачитывала но я не помню подробностей а потом в раз сжечь и точка поддатая конечно была а я как на грех печь растопила грибы подсушить колоссовики пошли набрала колоссовики это кто спросила Марина грибы которые созревают в начале июня когда колосятся злаки пояснил Андрей красноголовиков с десятка нашла маслята и подберезовики а белых только парочку но чистые подтвердила баба Катя грибы грибами нетерпеливо перебила Андрей но что со шкатулкой насколько я понимаю обратился к бабе Кате Андрей в шкатулке хранилась тетрадь с мемуарами Эмилии только тетрадка мемуаров вот вам крест не было Эмилия тетрадку под градусы и под гоголя по листку в топку я как чувствовала блажить сердечное и наутро ко мне с вопросами где шкатулка сама ты говорю вчера в печку бросала угли посыпались я подбирала чтоб не дай господи пожару не случилось мы выпивали а огонь пьяных любит она вспомнила ручками голову баба Катя неумело показала как благородная женщина потирает виски помызгала ушла в сад я ей там креслицы давно поставила плетеные из соломки сосед что котлован вырыл привез вещей под дождем мог ли мы кто что мог прибрали Эмилия сожалела о своем поступке спросила Марина горевала понятно до вечера в саду сидела обедать отказалась потом пришла комары заели я спросила мол жалко того что спалила вчерась Эд говорит слово в слово помню или самый глупый или самый правильный поступок в моей жизни наливай Катя как печально пробромотала Марина рукописи все-таки горят бабушкины мемуары взял Андрей жену за руку скорее всего не имели литературной ценности публикация воспоминаний провинциальной актрисы вряд ли стала бы бестселлером и сделала бы нас богачами кладоискателей из нас не вышло да и сам клад наверняка не стоил затраченных усилий не согласна возразила Лена тут как в спорте главное не победить а участвовать правда Антон да процесс важнее результата поясните усмехнулся Андрей что за польза и удовольствие старое тряпье перебирать вещи могут многое сказать о человеке ответила Марина кроме того не забывай про альбомы и письма у нас появились корни верно Антон то есть они всегда были не с луны ведь наши родители свалились но сегодня эти корни я почувствовала как данность почти физически подтвердил Антон во мне Эмилия царство и небесное сказала Лена как в кастрюле перемешана и пояснила в ответ на общее недоумение тушится в кастрюле жаркое снизу горит сверху холодное чтобы вкусно получилось надо перемешать правильно говоришь деточка согласилась баба Катя а в комнате Эмилии вы ж не посмотрели может что ценной найдете я туда не заходила девять дней не тревожила если дух ее приходил спасибо баба Катя прервал Андрей все заберите себе я все ж таки посмотрю она вернулась когда ребята обсуждали возможность по старинным фото и письмам которые предстояло разобрать выстроить историческую родовую линию глядите протянула баба Катя листок под подушкой у нее нашла два слова корявые буквы написанные дрожащей рукой первые буквы крупные последние значительно мельче строчка загибается вниз точно кланяется простите меня дорогие аудиослушатели вы можете прослушать полную версию книги перейдя по ссылке в описании под этим роликом приятного вам прослушивания и под этим под этим я что вы можете вы можете Продолжение следует...